Моя мама раз вышла замуж, в два, три, от каждого родила ребенка. Эти люди зависимые. Мой папа всю жизнь торговал наркотиками. Там тебе 13 лет, ты заходишь, твой папа там со шприцом в руке лежит. У нас всегда с ним был план, я шла воровала, а он говорил маме, что купил мне эти вещи. В 12 лет мы в первый раз покурили спайса в подъезде, а в 13 я уже попробовала более тяжелые наркотики уже. Надо быть такой жесткой, ненавидеть всех. И в 10 лет я себе сказала, я буду ненавидеть весь мир. И я просто понимаю, что мне 18 лет, моя мама мне произносит такие слова, уже сдохни, мы один раз поплачем и успокоимся. Я в тот момент поняла, что я ни за что не вернусь. Я поняла, что меня там ничего не ждет. Доброе утро. Меня зовут Ксюша, мне 24 года. И я расскажу сейчас историю, как одна девчонка умерла 7 лет назад. Мне было 17 лет, когда моя мама случайно столкнулась с верующими людьми. И она видела, что я в ужасных состояниях. Мама сама как бы была и с наркотиками. Четыре ее мужа, получается, были все зависимые. У нас четверо детей в семье у нее. И получается так, что я просыпаюсь утром, откуда-то пришла там с очередной пьянки. Там в 8 утра, она меня там в 9 будет, тебе срочно нужно в церковь. Я смеюсь над ней, ничего не понимаю, она там чуть ли не сама меня одевает, уводит. То есть в тот период меня уже в 17 лет в сугробах находили. То есть это Бог тоже усмотрел, чтобы я откуда-то бежала, упала в сугроб, начала засыпать. И случайно шел мой отчим и увидел меня в сугробе и поднял. Я первый ребенок в семье. Нас четверо, получается, четверо детей в семье. Семья не то чтобы неблагополучная. Мы росли в такой атмосфере, что моя мама раз вышла замуж, в два, три от каждого родила ребенка. Эти люди зависимые. Мой папа всю жизнь торговал наркотиками с перерывами. То есть он торговал, в один момент срывался, начинал колоться сам, останавливался на лет 5 и опять возвращался к этому. И в моем доме я помню такой момент, который больше всего меня затрагивает. Я захожу, он сидит, фасует героин на моей кровати, где я сплю. И, конечно, ты еще ребенок, тебе так это тяжело все. Когда ты заходишь, тебе 13 лет, ты заходишь, твой папа там со шприцом в руке лежит. То есть это все так, это все откладывалось как бы у меня. Для меня как бы зависимые люди, это нормально, то есть по-другому нельзя жить. То есть я действительно была в такой оболочке, что зависимость для меня это была вообще норма. В 13 лет... Нет, мне было 12. В 12 лет мы в первый раз покурили спайса в подъезде, а в 13 я уже попробовала более тяжелые наркотики уже. То есть мы где-то были на дне рождения, и я попробовала. Я помню, что я прихожу домой, мама видит, что у меня что-то не то с глазами, и я говорю, да ты чего, я просто ревела. Вот, и как бы она меня не отпускает после этого из дома, то есть она поняла, что что-то не так, но она не знала, что с этим делать. Она всю жизнь сама прожила с зависимыми людьми, и ничего не смогла с этим сделать. На данный момент у моей мамы все, то есть трое из четырех мужей умерли. Умерли в основном от зависимостей, и мой папа единственный, кто остался жив. Это определенный момент моего даже достижения в Боге мой отец. Я была его личным свидетельством, когда он видел свою дочь, которая там дралась на улицах, там воровала, то есть у нас с ним был такой план там всегда, то есть у него были периоды, когда очень много денег, когда он торговал наркотиками, и были периоды, когда у него не было ничего. И я же девочка, мне нужно было одеваться, обуваться, и у нас всегда с ним был план, я шла воровала, а он говорил маме, что купил мне эти вещи. И пришел момент, год, я молилась, привожу его к нам в церковь, мы его проповедуем, я вижу, что Дух Святой коснулся его, мы увозим его обратно, проходит еще примерно полгода, и он звонит мне и говорит, ты знаешь, все, я решился, я вот, я готов ехать в репцентр. И он сам, то есть, берет, покупает себе билеты и уезжает в репцентр. Я была кусок боли. Я помню, как в 10 лет у меня была подружка, Лиза, у нее была сестра, и достаточно жесткая. И я помню, что я поняла, что вот надо быть такой жесткой, надо быть такой жесткой, ненавидеть всех. И в 10 лет я себе сказала, я буду ненавидеть весь мир, я буду ненавидеть, я получала удовольствие, когда я унижала людей. И я поняла, что это классно, я получала от этого удовлетворение. И в 10 лет я поставила себе цель ненавидеть всех вокруг, чтобы со мной дружить, люди должны были прислуживаться ко мне. Я искала этого. И проходит период с этих 10 лет, я уже дерусь на улицах, то есть я постоянно дралась. Были моменты, когда мы шли там еще с одной девочкой, мы идем, другая девчонка толкает, мы начинаем их бить, дергиваем с них сережки, убегаем. То есть это вот такая жизнь была. И я прихожу в церковь, полностью разрушенная. Я в тот момент была уже униженная этой жизнью. Я была выброшена этим миром. И я прихожу к нему, и я чувствую, что я отдаю ему свою боль, а он дает свою любовь. У меня было столько претензий к маме, к папе, к бабушкам. Я ненавидела весь этот мир, я считала, что он во всем виноват. Но Иисус мне показал, что я же пришел за тебя, я же тебя забрал обратно. Зачем тебе это нужно? И с моим мужем мы прошли такой период, когда я работаю на работе, я работала в садике на тот момент, и меня снимают по ползарплаты, по ползарплаты за квартиру, в которой я жила, в которой даже нет моей доли. То есть я оплачивала маме на долги. Это легко смотреть со стороны, ну, что ты там заплатила? Ну, когда ты понимаешь, что этот человек тебе не дал, по сути, вообще ничего, что ты была выброшена, была ненавидимым ребенком, что тебе не заботились, что... То есть ты не чувствуешь, что ты чем-то обязан этому человеку, а тут ты должен ей еще что-то отдавать, тут свою скромно заработанную, там, унитазы драешь от этих денег, и у тебя их забирают. А потом я поняла, что через это я воспитаю что-то большее в себе. И я научилась отдавать это. Я благословляла эти финансы, которые я отдавала за ее квартиру. И пришел период, когда я ее полностью простила. Я помню, как мы едем с моим мужем в машине, и он такой, к мамочке заедем сейчас твоей, а я даже ее мамой назвать не могла. Я ее, Маша! Я через такое-то... Такая боль была, такое унижение. Но Бог забирает, и я такая, да, к мамочке. К мамочке едем. Мой последний отчим, Андрей, это был уникальный человек. Он был зависимый с 12 лет. Но я никогда не встречала, я очень мало встречала таких сердец, наверное, как у него. Это тот человек, который вот ботинки снимет, отдаст и пойдет дальше. Но дьявол его обманул. Он его украл. И мама уехала с ним последний год. Они уехали в Питер жить, чтобы как-то, чтобы он оторвался из вот этой наркотической зависимости. Потому что он все, он уже был в героине. То есть он кололся каждый день. Он выносил там вещи последние из дома, вплоть до того, что маме приходилось там ложить вещи под подушку, чтобы он не унес их. И она просыпалась от того, что он просто достает вещи из-под подушки. И я работала с ним. И у меня было столько боли к нему. Я видела, как он избивал мою мать постоянно. То есть я видела, я помню такие моменты, страшные моменты унижения, там даже для меня. Я не употребляла, я не сидела на системе на какой-то, я просто периодически употребляла. Больше я сидела в алкогольной зависимости. То есть я употребляла алкоголь каждый день. И я оказалась на том, почему я говорю, за этот год моя жизнь разрушилась полностью. Я просто помню, как со мной уже друзья, которые там сами уже в штаны пищаются, пьяные, даже они от меня отказались. Потому что я была настолько агрессивна, если мы где-то вместе пьем, я делала так, чтобы мы все разодрались, чтобы мы просто убивали друг друга, чтобы кого-то подставить, чтобы кого-то там выбросить, выбросить как-то, я не знаю, унизить. Вот такой ужас какой-то происходил там. От меня даже вот эти пьяницы друзья отказались. И я просто понимаю, что мне 18 лет. Моя мама мне произносит такие слова, уже сдохни. Мы один раз поплачем и успокоимся. Я настолько всех достала, я настолько измучила всех вокруг себя, измучила себя. Я поняла, все, мне нужно что-то делать, или я, все. Или моя жизнь все списана со счетов. И я иду в эту церковь. Бог меня касается, сверхъестественно. И я понимаю, что мне нужно именно туда. Я еще была зависимая. Я прихожу в первый раз в церковь, и я такая, и что, прям вообще нельзя ни пить, ни курить, ничего? Ну да. Я такая, хорошо. Я смотрю, Бог это забирает. Удивительным образом Он забрал сигареты. Я выхожу вот в этот первый день из церкви. Иду, меня уже в парке ждут там определенные ребята, там все это. Я выхожу, такая, ну все, давайте мне сигарету. А я только что молилась в церкви, я беру эту сигарету, а она не курится. Я еще пробую, а она не курится. Я отдаю ему ее и ухожу домой. И происходит остановка полная. То есть, я оставила все связи. Это был определенный акт веры. Я оставила всех друзей, которые еще оставались, всех знакомых, полностью, все оставила. Я просто поняла, что сейчас пришло мое время прорываться. Мне не понадобился репцентр, я была еще молодая. То есть, мне 18 лет. У меня там еще не было разрушенной совсем семьи, там еще чего-то. И я просто поняла, что мне каждый день нужно находиться в церкви, мне нужно прорываться, мне нужен Иисус, что только через Него я получу эту свободу. И получилось так, что потихонечку это все оставило меня, какие-то зависимости. Вот я уже полгода верующая. У меня нет никаких уже зависимостей, я чувствую полную свободу в этом плане. Но эта жизнь, она оставила отпечаток в том, что я ненавидела людей, я была очень агрессивной. Когда ко мне какие-то женщины подходили в церкви обниматься, я подходила по сути, говорю, чтобы она ко мне больше никогда не подходила. Это не пахнет. Говорю, пусть уходит от меня. Я была очень гордая, я была заквашена в этой гордости. Я училась на сварщика, то есть я была разрушена, то есть я уже не знала, куда мне пойти, но я понимала, что какое-то образование нужно получить. Чуть-чуть здравости было. Я пошла учиться на сварщика. И группа 30 мальчиков, две девочки, я одна из них. И я была такой жесткой, что я понимала, что я могла каких-то мальчиков унижать, там еще какие-то вещи делать, то есть я их там строила еще. И я оказываюсь на практике с одним мальчиком. Когда меня туда шли, я уже уверовала на тот момент, я думаю, только не с ним. Это ужас, думаю, ну с кем угодно, ну только не с ним. Но оказалось, что это была часть Божьего плана. И проходит период, мы уже заканчиваем практику на заводе, и он в определенный момент мне звонит уже, мы ушли домой, он звонит мне, что там это, во сколько нам идти, и один мальчишка увидел мою фотографию. И такой, это кто? Он такой, ну вот одна крупница моя, там что-то рассказывает ему про меня. Тут меня начинают названивать, я уже верующая, я хранила себя уже, все, я отказалась от силы мирского, я хранила себя. И он меня начинает названивать, я думаю, ну вот атака какая-то, думаю, что это такое, какие-то мужчины, я так не играю. И он начинает названивать мне, проходит два дня буквально, я просыпаюсь там 8 часов от звонка, он говорит, я у подъезда выходи. Я такая, ну ужас какой-то, что-то думаю, сейчас то ли милицию вызывать, то ли друзьям верующим звонить, что делать, не знаю. И он подъехал, я понимаю, что я нахожусь в квартире у своей тети, что мне стыдно, он подъехал прям в подъезд, что там даже люди выйти из подъезда не смогут. Я понимаю, что мне надо выйти, как-то убрать его оттуда. И мои сестры вспоминают, они смеялись надо мной, собираюсь, думаю, ну вообще какой-то сумасшедший, что он делает? Выхожу туда, к подъезду, ему что-то говорю, я говорю, слушай, парень, я другая, я была такая разрушенная, как ты, но я нашла Бога, я уверовала, я живу другой жизнью, мне неинтересно, с таким, как ты, я никогда не буду, с пьяницей, с наркоманом, мне такой не нужен. Я говорю, этого не ищу, уходи отсюда. Он такой, я с тобой пойду, куда ты пошла? Я с тобой пойду. И я ему говорю, слушай, ты не понимаешь, это не православная церковь, играться не получится, придется идти в настоящее. И он такой, я пойду. Я смотрю, думаю, ну вообще. Я говорю, ну ладно, давай завтра на этом же месте. Я думаю, сейчас проспится, успокоится. Думаю, иди уж. Я выхожу, а он стоит и ждет меня. Я ему еще полчаса, мы сели в беседку, я еще полчаса отговаривала идти со мной. Я говорю, остановиться не получится. Он такой, я понял. И он приходит в церковь со мной, и удивительным образом, у него начинает, он освобождается от сигарет. Он потом вспоминает, что вот он сходил в первый раз со мной в церковь, и он в определенный момент, мы уже конец недели, он приехал в понедельник в церковь, а в следующий раз мы встречаемся в воскресенье с ним, его должны были забрать, он стоит, я, говорит, руку в карман кладу и понимаю, что у меня пачка сигарет, которую я покупала еще в то воскресенье, и из нее не выкурена ни одна сигарета. Он выбросил ее и после этого момента больше никогда не курил. И вот во второй день нашего знакомства он съездил в церковь, он понял, что это действительно что-то настоящее, что это не выдумки, что есть живой Бог, который освобождает, исцеляет. Он пошел за ним. На третий день он привел меня знакомиться со своей мамой. Это было очень шок. Он говорит, мы сейчас в гости съездим. Я такая, ну ладно, а я уже веду его как верующего. Что-то ему думаю, ну раз Бог дал его вести, сейчас поведу его все. Я его в простоте веду, он приводит меня к своей маме, она на меня смотрит, как на невесту. Оказывается, она ей сказала, все, я невесту тебе привез. Я думаю, это вообще, она мне такие вопросы задает, как будто мы с ним там уже год встречаемся, что-то там такое, я его второй день знаю. Она мне какие-то вопросы такие, я такая головой такиваю, думаю, кто он меня притащил? Это удивительно. И все, я такая, мы выходим оттуда, говорю, ну что-то ты вообще говорю. Он такой, проходит еще два дня, он мне делает предложение, получается, на пятый день нашего знакомства он сделал мне предложение. Я такая смотрю, думаю, ну что-то это какой-то подвох, короче, так не бывает. Я думаю, что-то это не то. Я подхожу к пастору, я такая говорю, ну вот слушай, я там его это, тут спасать привела. Он такой смотрит на меня, говорит, слушай, ты уже ему сердце свое отдала, говорит, иди, говорит, замуж, все уже, говорит, иди замуж. И я такая думаю, ну, я же не легкомысленная женщина, я говорю, давай, вот два месяца, нас готовы были в этот же день расписать, это удивительно. Я говорю, давай два месяца, посмотрю на тебя, чтобы ты там не сорвался, ничего, как бы, чтобы тебя не было. И он прошел проверку в два месяца, он хранил себя. Через два месяца мы поженились. Уехали с ним, у нас была такая свадьба, нам ее сделал Бог, эта свадьба, это было удивительно, что даже мы свадьбу сыграли на тысячу рублей. У нас ничего не было, мы были сироты полные, полностью бедные, можно сказать, из разрушенных семей. Сейчас у нас прекрасный ребенок, сейчас у нас удивительным образом появилась квартира, машина. Мы были, когда мы поженились у него, он был разрушен, у него было 300 тысяч долгов и пакетик с носками и двумя штанами. Вот. И мы, получается, с ним начали жить, мы поняли, что оказалась эта сказка, которую показывают в мультиках, это все не так. И самый сложный процесс начался именно в браке, когда вы оба разрушены, и вы не умеете жить семьей, вы не видели никогда семью. И Бог начинает вас учить быть мужем и женой. На третий день, когда мы уехали в Сочи, после нашей свадьбы, мы уехали в Сочи, и он уже сказал, все, разводимся. Я думаю, отлично, приехали. Думаю, все-таки поймал меня дьявол, думаю, ну все. Но я поняла, нет, дьявол должен уйти из моей семьи, а я останусь. И началась борьба за наш брак. Три года мы боролись. Три года была прям такая борьба, чтобы у нас был правильный ориентир, правильное понимание друг друга, кто мы вообще должны быть друг для друга, как нам идти в Господи. И вот пятый год, и есть результат. У нас год, вот уже даже больше года, мы не ругаемся, у нас вообще нет конфликтов в семье. Наш ребенок растет в полной любви, он никогда не видел пьяную маму, кричащего папу. Мой муж, у него есть такой процесс вообще, он иногда везет людей с работы со своей и привозит их к нашему дому. Они говорят, ты куда нас привез? А у него такой ориентир, вот он с работы и сразу домой. И он реально несколько раз людей привозил к нашему дому, они такие смотрят на него и говорят, ты куда нас привез? А он все время домой, ему домой надо. Он стал лучшим папой на свете, он стал лучшим мужем на свете. Я верю, что я для него стала такой женой. И сейчас, наверное, мы идем в такой процесс, что стать лучшими родителями на свете. Потому что оказалось, что родителями быть, это тоже процесс. Потому что мы видим, что очень мало родителей настоящих. Мы вообще поняли, что взрослых нет на этой земле. Что все эти взрослые, которые нас учили там, ой, он там тебе развод сказал, все, выбросила вещи там, пошла. То есть все, чему нас учил этот мир, оказалось, взрослых нету. И взрослым можно стать только с Иисусом, потому что, как оказалось, на этой земле никто не умеет жить, все живут тут первый раз. И узнать, как надо жить, можно только из Библии. А это знают очень мало людей. И даже кто идет, иногда не находит. И мы нашли, мы нашли ракурс, куда мы двигаемся, куда мы идем. У нас есть ориентир, у нас есть цель. Вот мы и живем с моим мужем. То есть у нас прекрасный брак уже, у нас все так классно стало с ним. Дом, машинка, семья. Мы такие все в таком... Уже рай на земле, короче. Проще говоря, рай на земле. Мы уже такие, ну мы такие хорошие родители, такие хорошие муж с женой. Надо второго ребеночка. Мальчика хотим. Я иду, я иду ко врачу, чтобы приготовиться, чтобы мне витаминки выписали, чтобы шовчик мой посмотрели. Я захожу, сдаю анализы. И просто для себя это оставляю. Мне начинает врач звонить через неделю. Он звонит, мне звонит так упорно. Я думаю, в первый раз так мне в больнице звонят. Что там такое они меня нашли? Я беру трубку. Они говорят, так, срочно в больницу. Она такая на меня наезжает. Я такая думаю, что там случилось? Я такая сначала не иду, думаю, у меня работа, мне сейчас некогда. Думаю, у меня все нормально, Господь меня исцелил, освободил, все хорошо. Она мне продолжает названивать этот врач. Вы что, не понимаете уже? И она меня настолько продавила, что мне пришлось прийти все-таки к ней в больницу. Я там на полчаса в детском саду, в тихий час отпрашиваюсь. Говорю, мне быстренько до больницы, и я обратно. Я иду, такая быстренько прихожу, что типа, давайте все, я пошла. Она садись, говорит, пошла она. И все это в таком очень некомпетентном все. У тебя вообще там онкология, ты что не понимаешь? Я такая, смотрю на нее, что вы сказали? Она такая, онкология. Я такая, села, такая, думаю, интересно. И мы же видели в фильмах, что там начинается после этого, что обязательно смерть, что все это закончилось на этом слове онкология. Я начинаю, ну, у меня сразу ребенок перед глазами, Евочка моя. Я начинаю реветь, выхожу из больницы, что-то я заревела, потому что вижу эту Евочку, как я могу ее оставить. Я начинаю реветь. Я звоню мужу, я ему звоню, говорю, вот там. Он такой мне, подожди, не умирай, я тут на обрыве, он у меня экскаваторщик. Подожди, не умирай, говорит, сейчас перезвоню. Я такая, ну вот. Ну, позвонила поплакать. Даже не поплачешь с ним. Он мне перезванивает и говорит, так, стоп, куда собралась? Ты что, забыла? У нас есть Иисус. Мы будем исцелены. Будет полное исцеление. Я такая, да, да. И я такая, все, я поняла. Я останавливаюсь, приезжаю обратно на работу, как ни в чем не бывало. И начинаю жить с вот этой мыслью, что скоро я уйду с этой земли. Но я поняла, что надо прорываться, что нельзя дать место этому дьяволу в своей жизни. И я начинаю сначала анализировать, почему так произошло. Что я там где-то нагрешила, что ли? Нет, это так не работает. И я понимаю, что до этого Бог дает мне откровение. Откровение четкое. Я понимаю, что два года последних у меня были атаки именно на здоровье. И я соглашалась с ними. Я начала бояться болезней. Я увидела это, оно так мягенько зашло в меня, но был страх болезней. И Бог открывает слово из Библии. Чего боялся Иов, то и произошло. И я понимаю, мой страх был крючком для сатаны, и он зацепился. И я говорю так, вот сейчас как зацепился, так и отвалишься. И я начинаю противоставать против этого страха. Я при этом, я продолжаю сдавать какие-то анализы, которые мне сдают для подтверждения диагноза. Я говорю, у меня не будет этого диагноза. Я запрещаю во имя Иисуса. И мы прорываемся. И вот наступает такой момент, когда я только выплатила одни долги мамы. На меня накладывают вторые долги моей мамы. У меня там диагноз смертельный. Я при этом подхватываю какую-то сильнейшую простуду. И вот я лежу в отдельной комнате у нас в доме. У меня температура 40. У меня какой-то там диагноз непонятный. У меня долги. У меня все разрушено. Я такая лежу, и я начинаю славить Бога. В этот момент я просто написала отличную песню. Бог дал песню. Я вообще не поняла, оказывается, можно писать песни. Это прекрасная песня. То есть мы ее записали недавно. То есть Бог дал. Я такой мир почувствовала. Я говорю, нет, папочка, ты меня не отдашь. И я ухожу. И я только начинаю засыпать. Что-то в этой огоне меня трясет. Вот температура. И в 2 часа ночи мой муж мне звонит. Иди к Еве. У нее температура 39. И я понимаю дальше. А у меня только чуть-чуть вызвать. То есть у меня только температура начинает спадывать. Я иду ухаживать за ней. Все разрушено. Все уже вроде бы как у Иова. Прокляни ты Бога и умри. Я говорю, нет, так не будет. Я дальше продолжаю бороться. Я говорю, нет, Господь сказал, убегут болезни. Будет полное исцеление. Он сказал, да, будут у вас тут болезни, будут скорби. Будете тут проверены все. Но я вас не оставлю. Вы победите. И со мной победите. И я начинаю дальше прорываться. И я говорю, ты засохнешь. С моей сестрой во Христе, с Венерой. Мы начинаем молиться, противоставать против этой болезни. И мы молились, ты засохнешь, онкология. Ты засохнешь. Я сдаю анализы. И вот приходит тот день, мы молились два месяца. Ну, постились, молились, да. И приходит момент, все, у меня должны вынести вердикт. Я захожу, она смотрит на меня. Я говорю, ничего нет. Я такая говорю, как нет? Она такая, все засохло. Я такая, отлично, все, ухожу. Я такая, все взяла, ушла от нее. И потом звоню в Венере. Я говорю, представляешь, все засохло. Прям врач сказал, все засохло. То есть онкология засохла. Иисус меня исцелил. Мы проходили удивительный момент с моим мужем в этот период. Когда ты понимаешь, что вы настолько верны друг другу, что вот ты сейчас какаться начнешь под себя, он тебя помоет и дальше любить будет. Мы поняли, что вот эта верность, которую дал нам Бог, вот эта любовь, она такая уникальная. И жизнь этого стоит, чтобы уже тут на земле ощущать вот это присутствие Бога, вот этот рай, вот эту милость. Я никогда не видела нормальность семьи. Я никогда не видела, что мама должна быть там верной, что друг другу верные. То есть какие-то вещи вот эти. То есть я не видела семьи настоящей. Я не понимала, как нужно одеваться. То есть понятно, я не была идеальной, когда я пришла. Но мы все пришли не идеальные. Сейчас я имею совершенно другой результат. Я пришла униженная, разрушенная, никому не нужная. Бог меня омыл, переодел, домик дал, все устроял, все мне приложил. Но я, когда пришла за Богом, я ничего не искала. Вот просто ничего. Я вообще не понимала, что Он что-то дать тебе может. Что там какой-то бизнес у Него можно попросить. Что там какая-то сладость будет. Я просто пришла, я такая, пустота запомнилась. Я такая, все, мне больше ничего не надо. Вот если этой пустоты не будет, мне больше ничего не надо. Мне не нужны ни дома, ничего не надо. Мне вот пустота запомнилась, слава Богу, все. Больше ничего не надо. Но оказалось, что я шла по Библии, что ищущий Бога, Бог Ему прилагает. Он мне приложил все. Я не видела выхода. Мне казалось, что я самый грязный человек на земле. И вот если ты чувствуешь себя таким же, знаешь, что это обман. Дьявол тебя просто обманул, ты не грязный, ты просто не знал Бога, который тебя очистит, освободит. Ты получишь то, что получила я. Мир в сердце. И уже здесь, живя на земле, рай. Тебе не придётся умереть, чтобы попасть в рай. Ты уже тут на земле будешь испытывать этот рай. И если ты зависим, если ты нуждаешься в этой помощи, тут оставят телефон, репцентра, связи с верующими людьми. И я рекомендую тебе прорываться уже сейчас. Второго шанса может не быть. Дьявол рыщет, чтобы убить, погубить, как искал меня в этих сугробах, в этих наркотиках. Он искал меня повсюду. Но Бог пришёл раньше и освободил. Поэтому я благословляю каждого из вас и верю, что Господь освободит, и ты прорвёшься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok